Раби Мейр Каханы. Из книги «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев». Часть 2. Еврейское государство против западной демократии. Еврейский ужас. Евреев охватывает страх и подсознательное понимание того факта, что западная демократия попросту несовместима с сионизмом и его центральной идеей – еврейским государством. В конце концов, что такое сионизм, если не движение за создание еврейского государства? Современная идея политического сионизма наиболее полно оформлена в книге ее основателя Теодора Герцля. Именно эта книга стала тем катализатором, который привел к созданию современного сионистского движения. Она так и называется – «Еврейское государство». Многие лидеры и мыслители сионизма выражали ту же самую центральную мысль. Цитата. «Высказываю не новую, а древнюю мысль. Это мысль создания еврейского государства». Герцль. Цитата. «Как любой другой народ, наш народ нуждается в доме, в исторической родине». Лилиен Блюм. Цитата. «Еврей-народ сидит на вулкане, и эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет ужасная катастрофа. Эта же ситуация ведет нас к решению еврейского вопроса, к единственному и специфическому решению, предлагаемому сионизмом – к восстановлению Израиля в его исторической земле». Хайм Вейцман. «Чтобы преуспеть, нам нужен дом свободных людей, в котором мы сможем творить собственную судьбу в согласии с нашим духом, нашими собственными силами, без зависимости от чужаков, как снаружи, так и внутри, творить без преград и помех. Нам нужна земля, в которой один этот народ был свободен и сам себе хозяин, в которой единственной он может быть свободным и быть хозяином. «Нам нужен сион» – Мартин Бубер. Именно эту концепцию «еврейское государство» мы сделали ключевой мыслью главного абзаца Декларации независимости Израиля. «Мы тем самым провозглашаем создание еврейского государства в земле Израиля». И что же должно означать это понятие «еврейское государство»? Что составляет его минимальное, фундаментальное определение, под которым подпишется любой сионист, религиозный и атеист, правый и левый, представитель любого политического, социального и экономического крыла? Разве не очевидно, что таким определением может быть только государство с еврейским большинством? Безусловно, это наиболее основное и сущностное определение из всех возможных. Только государство с еврейским большинством гарантирует все то, о чем мечтали, ради чего работали и чего требовали сионизм и сионисты. Только государство с еврейским большинством гарантирует суверенитет и независимость евреев. Только государство с еврейским большинством гарантирует, что еврей всегда будет у руля своего корабля, оставаясь хозяином своей судьбы, свободным от зависимости и раболепия перед чужаками. Только государство с еврейским большинством может гарантировать, что мы никогда больше не станем жертвами крестовых походов, инквизиций, погромов и холокостов, больших и маленьких. Только государство, в котором еврей сам управляет своей судьбой, может освободить его от языческой церкви и государства, от нетерпимости нееврея и от его унизительной терпимости в кавычках. Еврейское большинство – это и есть еврейское государство. А еврейское государство, в свою очередь, это компенсация за все гетто, изгнание, унижение, деградацию, слабость и позор заискивания перед чужаками за теорию а-ля спасение придет от язычников. Все, что меньше еврейского большинства, не является еврейским государством. В Бруклине тоже живет много евреев, однако Бруклин не является еврейским государством. Бруклин не обладает суверенитетом и независимостью, тем, о чем говорит сионизм, за что сражались сионисты, А именно, землей Израиля с большинством евреев, еврейским государством. А раз так, то что нам делать с западной демократией? Что делать с концепцией, согласно которой любой, вне зависимости от религии и национальности, имеет право мирно жить и иметь сколько угодно детей, становясь большинством? Проще говоря, вопрос стоит следующим образом. Имеют ли израильские арабы право мирно, демократично, либерально и на равных правах стать большинством? А теперь позвольте мне сформулировать вопрос более болезненно. Позвольте усугубить еврейский ужас. Речь идет не только о явном, интеллектуальном, идеологическом и философском противоречии между сионизмом и западной демократией, но также и о том, что сама Декларация о независимости Израиля, этот ошеломительный пример шизофрении, обеспечивает институционализацию этого противоречия во всех будущих поколениях. Декларация не просто пассивно упоминает еврейское государство, она им дышит, она абзац за абзацом говорит о еврейском народе, еврейской истории, еврейских правах. Еврейство пронизывает каждый нерв этого документа. Вдумайтесь в следующие строки. В Эрецисраэль возник еврейский народ. Здесь сложился его духовный, религиозный и политический облик. Здесь он жил в своем суверенном государстве. Насильно изгнанный со своей родины, народ остался верен ей во всех странах рассеяния, не переставал надеяться и уповать на возвращение на родную землю и возрождение в ней своей политической независимости. При исполненные сознания этой исторической связи, евреи из поколения в поколение пытались вновь опосноваться на своей древней родине. В 1897 году по призыву Теодора Герцля, правозвестника идеи еврейского государства, собрался сионистский конгресс, провозгласивший право евреев на национальное возрождение на своей земле. Это право было признано в декларации Больфура от 2 ноября 1917 года и подтверждено мандатом Лиги Наций, придавшим особую силу международного признания исторической связи еврейского народа с Эрцисраэль и праву евреев на воссоздание своего национального очага, постигшая в недавнее время еврейский народ катастрофа, жертвами которой были миллионы евреев в Европе, вновь непреложно доказала необходимость разрешить проблему еврейского народа, лишенного родины и независимости, путем восстановления еврейского государства в Эрцисраэль, государства, которое распахнуло бы врата Отечества перед каждым евреем и обеспечило бы еврейскому народу статус равноправной нации в семье народов. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о создании еврейского государства в Эрцисраэль. Ассамблея возложила на жителей страны обязанность принять все меры, необходимые для осуществления этой резолюции. Это признание Организации Объединенных Наций права еврейского народа на создание своего собственного государства непреложно. Еврейский народ, как и всякий другой народ, обладает неотъемлемым правом быть независимым в своем суверенном государстве. Конец цитаты. Ну и, конечно же, главное предложение, суть декларации. Собственно, сама декларация. На этом основании мы настоящим провозглашаем создание еврейского государства в Эрцисраэль, государства Израиль. Конец цитаты. Существует ли, может ли существовать более ясное и бескомпромиссное определение сущности Израиля, как сионистского еврейского государства? Перед нами ясное и безошибочное провозглашение Израиля в качестве еврейского государства, созданного для еврейского народа, в котором евреи являются хозяевами своей судьбы. А это возможно только в том случае, если в суверенном еврейском государстве евреи являются большинством. Только это гарантирует, что они будут хозяевами своей судьбы. Это будет еврейским государством. Это будет сионизмом. Подумайте, как удивительно шизофренично и эта знаменитая декларация и ее знаменитые авторы. Сначала остро описать страдания евреев. Представить Холокост как результат отсутствия собственного государства. Громко объявить никогда более. Основав еврейский дом в собственном суверенном государстве, где евреям никогда больше не придется зависеть от других или стать объектом травли большинства. Ясно и однозначно провозгласить создание еврейского государства в Эрце-Сраэль. Государство с еврейским большинством. И после всего этого декларация независимости, этот образчик исключительной шизофрении, принимается предоставлять, обещать и гарантировать политическое равноправие всех своих граждан без различия религии, расы или пола. Она предлагает арабскому населению участвовать в строительстве государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных. Конец цитаты. Существует ли, может ли существовать более ясное и бескомпромиссное определение Израиля как демократии? Перед нами ясное и безошибочное определение демократического государства в лучших традициях Запада. Это также ярчайший образец парадоксального, бесподобного, безумного противоречия и интеллектуального обмана. Поприветствуйте этих бесподобных приверженцев Моисеевой веры, «Прямо объявив о необходимости создания государства, в котором еврей будет хозяином и господином, самый удивительный из творений Бога, гумуидайка, столь же прямо предоставляет арабам демократические права на равенство и пропорциональное представительство при одной пятой части населения, одна пятая в правительстве, при одной трети, одна треть, при большинстве, которое мирно и демократично положит конец этому еврейскому государству, в котором евреи-хозяева и носители суверенитета. Шизофреничные составители этого шизофреничного документа сели на двух стульях между сионизмом и западной демократией. Вопрос в том, какой абзац вы читаете в данный момент. Если верить первому абзацу, то Израиль создан как еврейское государство с гарантированным еврейским большинством. Если второму, то все его граждане, евреи и неевреи, имеют равные политические права. В таком случае, имеют ли арабы равное политическое право стать большинством, выбрать Кнесет с арабским же большинством и переименовать страну из Израиля в Палестину? Имеют ли они право изменить нынешний закон о возвращении? К нему мы еще вернемся при рассмотрении удивительной израильской демократии, которая гарантирует свободный въезд в страну и автоматическое получение гражданства только для евреев. Имеют ли они право изменить этот закон и применить его также к арабам, согласно известной арабской аксиоме, что хорошо для еврейской гусыни, то хорошо и для мусульманского гусака? Не случится ли так, что все, кто желает способствовать развитию древней родины, должны будут жертвовать средства объединенному арабскому призыву, объединенному палестинскому призыву, арабскому национальному фонду и палестинским облигациям, согласно второму демократическому абзацу Декларации независимости, ответ на все эти вопросы – звучное «да». Конечно, любой сторонник и приверженец западной демократии согласится с тем, что арабы имеют абсолютное и неотъемлемое право на те же политические устремления, что и евреи, и если за счет своих демографических резервов им удастся стать в израильском государстве большинством, они получат право, а с их точки зрения и обязанность, создать такое государство, которое уже не будет известно как еврейское. С другой стороны, что может сионист, тот, кто выступает и сражается за еврейское государство в Израиле, сказать по поводу всего вышеизложенного? В ответ на все упомянутые вопросы он столь же громко объявит – нет! Нет у них, нет права стать большинством и устранить еврейское государство с помощью, пусть не пуль, так младенцев! Нет! У них нет права переименовать Израиль в Палестину! Нет! Израиль ни в коем случае не должен совершить самоубийство, заигрывая с западной демократией – явное противоречие на самом базовом уровне. Причем и создатели государства, и авторы Декларации независимости знали об этом. Но в 1948 году отцов-основателей охватывал тот ужас, который охватывает и современных лидеров. Абсолютный, глубинный ужас. Ужас от мысли о том, что после многих лет витания в облаках и пребывания в разрыве с ужасающей действительностью придется выбирать между сионизмом и западной демократией. В ситуации, когда нечестность стала отличительной чертой столь многих либеральных интеллектуалов и политиков, Декларация независимости Израиля, зачатая и рожденная шарлатанствующими акушерками либерального эллинизма, выписала ордер на преследование «расизма» в кавычках. В этот ордер благочестиво и громогласно вписан приговор от имени того «демократического» абзаца Декларации, который гарантирует арабам равенство политических прав. А раз так, то необходимо избегать всякого упоминания о других абзацах, посвященных еврейскому государству, созданному для защиты принципа «никогда более» абзацах, которые могут положить конец западной демократии. Декларация независимости Израиля – шизофренический документ по той причине, что его авторы и вдохновители были шизофрениками. Они и их современные последователи, еврейские лидеры – это евреи и сионисты, взращенные на понятиях, которые не являются ни еврейскими, ни сионистскими. Десятилетиями они обманывали и самих себя, и среднего еврея, провозглашая, что иудаизм был западной демократией, западным гуманизмом, западным равенством и западной интеграцией. Эта неприкрытая ложь не могла обнажиться до тех пор, пока история не создала для нее объективные предпосылки, сделавшие это противоречие явным и безошибочным. Эта горькая правда возникла, и в этом ирония, лишь в процессе создания и развития еврейского государства, главной цели сионизма. Годами евреи со своими лидерами умудрялись обманывать и самих себя, и окружающих, но не арабов, по отношению к которым они питали то презрение, которое они удивительным образом подавали под видом великодушного, эдакого, по-киплинговски, колониально-благородного протекционизма. Сколь многие министры, и даже премьер-министры, туристические гиды, председатели на встречах объединенного еврейского призыва, еврейского национального фонда, израильских облигаций и других организаций, истово похлопывали друг друга по еврейско-израильским спинам, гордясь тем, как много они сделали для отсталых, в кавычках, арабов. В их деревнях не было электричества, мы провели его, у них не было санитарии, мы дали им туалеты в домах, они были безграмотны, мы не только дали им образование, но тысячи из них учатся в наших университетах. Возможно ли большая степень презрения по отношению к арабам? Возможно ли большая слепота у евреев? Такие слова звучат, как нелепое эхо британского империалиста в Кении, который с удивлением пожимает плечами и вопрошает, что еще нужно этим туземцам? Когда мы пришли сюда, здесь были джунгли, а теперь здесь сад. На что, конечно же, туземцы ответят, да, но это были наши джунгли, а теперь это ваш сад. И точно таким же будет ответ арабов на абсурдное отеческое презрение шизофреничных евреев. Да, когда вы пришли сюда, здесь была пустыня, а теперь здесь зеленые сады. Но это была наша пустыня, а зеленые сады теперь ваши. Может ли хоть один честный человек поверить в то, что национальную гордость араба можно купить домашним туалетом? Может ли хоть один человек с каплей рассудка не видеть, что именно образованный араб, выпускник университета, которым так гордятся шизофреники, именно он и является опаснейшим из арабов? Что Мухаммад Мияри, руководитель прогрессивной фракции Кнессета, поддерживающий ООП, выпускник еврейского университета, что у руля революций стоят не слабые и немощные, а образованные, что Израиль собственными шизофреническими руками создает новое руководство ООП? Может ли хоть один человек не понимать, что араб не дурак и что невозможно сначала создать современное, образованное и растущее поколение, а затем заявить им, что у них есть все, кроме права управлять страной, которую они считают своей собственной? Может ли кто-то не видеть очевидный факт, что страна, определяемая как «еврейское государство» для арабов всегда будет оставаться чуждым иностранным явлением? Может ли кто-то не понимать, что в день независимости Израиля араб не спешит бежать на улицу, чтобы отпраздновать свое поражение? Может ли кто-то не осознавать, что когда араб, этот полноценный гражданин Израиля, поет национальный гимн Атиква, его не переполняет гордость при словах «бьется еврейская душа», и слезы счастья не текут из его глаз, когда он поет о надежде, которой две тысячи лет, поскольку его предки вовсе не горевали об изгнанных евреях, не воздымали к небу руки и не вопрошали Бога, когда же евреи вернутся домой? В знаменитом письме, которое королева Виктория написала пример министру-лорду Салисбери, монаршая особа, это воплощение британского имперского владычества, описала качества, необходимые вице-королю Индии. По ее словам, эти качества жизненно необходимы, если мы хотим продвигаться в Индии мирно и счастливо, быть любимы богатыми и бедными, а также снискать уважение, как нам и полагается, и не пытаться подавлять людей, постоянно напоминая им и заставляя их чувствовать, что они порабощенный народ. Конечно, они должны чувствовать, что мы являемся хозяевами, но это должно делаться. С добротой и без агрессии, как, увы, нередко происходит. Конец цитаты. Казалось бы, трудно представить себе большую степень наивности и презрения к порабощенному народу, однако дети Израиля в своем болезненном неприятии и реалии еврейско-арабских отношений умудрились превзойти в этом королеву. Как израильские политики, провозгласившие это официальной политической линией, так и другие евреи, охваченные словно лемминги, безнадежной и самоубийственной любовью к израильским арабам, и те, и другие на деле относятся к ним с пренебрежением, высокомерием и открытым презрением, поскольку они ужасно боятся взглянуть в лицо реальности арабской враждебности. Эти двуногие лемминги из Моисеевой веры провозглашают, что еврейско-арабская проблема коренится, во-первых, в недостаточном социально-экономическом равенстве, и, во-вторых, что более важно, поскольку между евреями и арабами нет контактов, в нехватке понимания. А раз так, то мы должны стремиться разрушить стереотипы, страхи, подозрительность, работая с арабами плечом к плечу, играя с ними, творя с ними. Таков либеральный взгляд на счастливых и равных евреев и арабов. Они вместе отдыхают на курортах, ходят друг к другу в гости, смеются и шутят, сидя в кафе. «Разрушьте бардеры, и воцарятся мир и покой, ведь мы положили конец нехватке взаимопонимания». Если бы я был арабом, я бы повсюду кричал о своем отвращении и гневе. Неужели проблема действительно в этом, и неужели вот такое ее решение? Отсутствие социального контакта? Истина в том, что араб прекрасно понимает и еврея, и государство Израиль. И именно это понимание и заставляет его ненавидеть это государство и сопротивляться ему. Араб очень хорошо понимает, что его недовольство, гнев и невозможность принять государство Израиль коренятся именно в том, что это государство еврейское, и именно как таковое оно официально определено в Декларации независимости. Араб отлично знает, что в Израиле существует закон о возвращении, который автоматически предоставляет гражданство евреям, но не арабам. Араб знает, что все в этом государстве – гимн, герои, язык, религия, устремление – все это еврейское. А он – нет. Арабу ничего не остается, кроме как презирать либерала, который презирает его, думая, что все, что ему арабу нужно, так это равные экономические права и общественный диалог. Нет, купить национальную гордость араба с помощью туалета или летнего лагеря не выйдет. И если бы все либеральные евреи имели хотя бы каплю той национальной гордости, которая есть у араба, они бы поняли, что не хлебом единым живет араб. Они бы поняли, что араб прекрасно понимает еврея. А вот что его араба беспокоит, так это сионизм как таковой – существование еврейского государства, которое по определению делает его неравным. А чего араб хочет? Палестину вместо Израиля, в которой уже он, араб, будет создавать общественные группы, которые займутся умиротворением и улучшением взаимопонимания, в кавычках, с еврейским меньшинством. Этот отказ уважать араба, отказ взглянуть в глаза истине, его вечной надежде на арабское государство Палестина вместо еврейско-сионистского Израиля является отличительной чертой еврейского левого либерализма. Вот почему мы стали так отчаянно нуждаться в национальном психиатре. И это свойственное левому либералу презрение, вытекающее из его материалистического взгляда на человека, ведет к грустному вопросу – «Все ли арабы плохи? Есть ли хорошие арабы?» Сама постановка этого вопроса неразрывно связана с открытым презрением к арабам. «Разве нет хороших арабов?» Какого араба считает хорошим либеральный еврей, который задает подобный бессмысленный вопрос? Ну как же? Конечно, это такой араб, который с радостью принимает тот факт, что евреи живут в земле, которую он, араб, считает своей, и считает он так потому, что извлекает пользу из экономических преимуществ, которые получает от евреев. Это такой араб, который продает свою национальную гордость и наследие предков за более высокий уровень жизни, который холодильник ценит выше Палестины, в кавычках. Это такой араб, который сдается в борьбе за свою, в кавычках, землю, потому что евреи достойные, либеральные и гуманные. Они помогут, в кавычках, ему, ведь они так пострадали от преследований и теперь нуждаются в собственной родине. Это такой араб, который согласится с Израилем, в кавычках, в своей Палестине, в кавычках, потому что Адаса, в кавычках, и реформистские раввины призывают перековать мечи на орала. С точки зрения леволиберального еврея, «Хороший араб – это семитский предатель, коллаборационист, эдакий современный Исав, который продает свое наследие за тарелку сионистской чечевицы». Разве нет хороших арабов? Конечно же, есть. Все арабы хорошие. Но пусть либералы, желающие покупать арабов как дома, четко усвоят, кто он такой – хороший араб. Хороший араб – это тот, который хочет жить на своей родине, в арабском государстве, видеть арабский кнессет и арабский суверенитет. Другими словами, хороший араб очень похож на хорошего еврея. И он точно так же хочет жить в еврейском государстве, как евреи в Сирии. Именно евреи, не утратившие национальную гордость, лучше других могут понять гордость арабов. Только хорошие евреи могут правильно определить хорошего араба. Только хорошие евреи могут понять хорошего араба. И вот почему каханы понимают арабов. И вот почему арабы так хорошо понимают каханы. И вот почему ни арабы, ни каханы не понимают евреев. Пока еврейский либерал, этот двуногий леминг Моисеевой веры, не избавится от противоречия, непреодолимого противоречия между сионизмом с его призывом к еврейскому государству и западной демократией, он никогда не излечится от своих болезней. Либеральный еврей должен освободиться от своих противоречий, от своей шизофрении, а главное – от ощущения ужаса при мысли о том, что он должен быть именно таким. Он должен избавиться от презрения к человеческим существам, в данном случае к арабам. Он должен понять то, что знают и арабы, и нормальные евреи. Проблема арабов в Израиле – не материалистического и не экономического плана, она не в нехватке взаимопонимания, которую предлагается устранять организации совместных утренников еврейских и арабских детей, встречи еврейских девушек с арабскими молодыми людьми в арабо-еврейском центре в Хайфе или в ассимиляционной помойке Неве Шалома. Со стороны арабов нет никакого недопонимания. Они прекрасно понимают проблему. Более того, они понимали ее уже с первых дней сионизма. В 1921 году арабский писатель Ицад Дарвазе опубликовал статью в арабской газете Хайфы «Эль Кармель». Статья была ответом на речь сионистского лидера Нахума Соколова, который призывал к доброй воле и взаимопониманию между арабами и евреями. Дарвазе написал. Они, сионистские лидеры, не перестают звенеть в наших ушах словом «взаимопонимание». Я не знаю, что они имеют в виду. После того, как будут осуществлены политические цели сионизма. Вы должны вернуться к чистой правде. И тогда вы увидите, что Палестина была исключительно арабской страной. Как до того, как вы здесь впервые поселились, так и после того, как вы ее покинули. Пусть лидеры сионистского движения найдут для своего народа какую-нибудь необитаемую территорию. Конец цитаты. Далее. В 1974 году ливанская газета «Эль-Мухрар» опубликовала ответ тогдашнему советнику премьер-министра по арабским вопросам Шмуэлю Толедана. «Еврейский Лемминг с исключительными суицидными наклонностями». В статье говорилось «Даже если бы существовала возможность интегрировать арабов в израильское общество, это не решило бы проблему, потому что человек живет не хлебом единым, и у него есть и другие потребности, одна из которых – жить мирно и в своей собственной стране». Конец цитаты. Действительно. Вот он вопрос. Готовы ли евреи предоставить арабам демократическое право на создание своей собственной страны, если арабы с помощью мирных демократических методов станут большинством? Согласятся ли евреи с тем, что они, арабы, обладают базовым, фундаментальным, западным демократическим правом изменить Израиль в свое арабское государство? Есть ли у арабов право стать в Израиле большинством? Это далеко не академический вопрос. Это очень, очень насущная проблема. Бедные, жалкие, шизофреничные еврейские лидеры, либералы, эллинисты – этот вопрос вызывает ужас в их иссохших сердцах. Дихотомия, на которой основано их существование, приводит к ответу еще более ужасающему, чем вопрос. Только это может объяснить удивительное безумие, с которым они борются одновременно и с Каханой, и с ООН. Борьба столь явно противоречивая, что их можно лишь молчаливо пожалеть. 10 ноября 1975 года Генеральная ассамблея ООН издала резолюцию номер 3379. Если не вдаваться в подробности, эта резолюция отождествила сионизм с расизмом. Не удивительно, что евреи пришли в ярость. Израильский посол в ООН, Хаим Герцог, пустил пену. Все еврейские группы, начиная от Американского еврейского комитета и заканчивая сионистской организацией Америки, излили свой гнев на ООН, которая не понимала ни Израиль, ни сионизм, а раввины получили материал для проповедей на целый месяц. Общим знаменателем под всем этим был решительный и безусловный отказ признать, что сионизм может классифицироваться как расизм. На борьбу с антисионистами и антисемитами ООН была оброшена самопровозглашенная праведность в сочетании с высшим невежеством. Как забавно! Ведь те же самые возмущенные евреи, возмущенные тем, что кто-то осмелился объявить сионизм расизмом в кавычках, теперь они делают ровно то же самое, доказывая правоту их противников. Как говорил Соломон, мудрейший из людей, кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Катящиеся камни Израиля. Те же разгневанные, возмущенные евреи, которые два последних года неистово пытались выставить Мейра Каханы расистом, потому что он объявлял, что сионизм, еврейское государство и иудаизм несовместимы с западной демократией, что должно быть законодательное и политическое различие между евреем и неевреем, что только так Израиль может оставаться еврейским государством. Те же самые евреи упорствуют в своем безумии, доказывая, в кавычках, своими действиями, что сионизм – это расизм. Но Каханизм и есть сионизм. Каханы заявляют, что еврейский народ вернулся в землю Израиль, чтобы создать еврейское государство. Об этом же говорит и сионизм. Каханы говорит, что еврейское государство может существовать только при условии еврейского большинства, и что только это может гарантировать нам суверенитет и право распоряжаться своей судьбой. Именно об этом же говорит и сионизм. Каханы утверждает, что нужно предпринять шаги для гарантии того, что евреи всегда будут большинством и всегда будут контролировать государство Израиль. В точности этой же идее привержен и сионизм. Вот почему самым основным законом Израиля, который был принят сразу же после обретения независимости, стал закон о возвращении, гарантировавший каждому еврею автоматическое право на въезд в страну и получение гражданства. Каждому еврею, а не язычнику. Этот червяк в яблоке поднимает свою уродливую голову и вопрошает. Только еврей? И это называется демократия? Равенство? Только еврей? Это же расизм! Оставим нашего червяка на минутку и рассмотрим другое определение. Кто такой еврей? Ответ на этот вопрос явно отличается от определения любого другого народа. Кто такой, скажем, француз, поляк или немец? Это гражданин Франции, Польши или Германии. При этом можно быть греческого или китайского происхождения, буддистом или католиком. В любом случае, получение документа о гражданстве данной страны, скажем, Германии, дает право называться немцем со всеми вытекающими из этого правами. Но с евреями дело обстоит иначе. Еврей – это религиозно-национальное понятие, определяемое религиозными критериями. Если кто-то хочет стать евреем, он должен пройти религиозную процедуру. Является ли гражданин Израиля еврейского государства евреем или нет, определяется не по географическому признаку, но по принадлежности к еврейскому народу. А принадлежность эта может быть получена либо с рождением, либо через религиозное обращение. Когда Израиль был создан в качестве еврейского государства, именно фактор еврейскости стал основным мерилом и критерием принадлежности к этому государству. Это полностью противоположно Америке, где абсолютно не важно, еврей ты или нет, поскольку национальное происхождение не играет роли. Важен лишь тот факт, что ты родился в этой стране, либо получил в ней вид на жительство, и это делает тебя американцем. Ситуация с Израилем полностью противоположна всему, что знает западный либеральный демократический мир. И тут снова показывается наш червяк. То определение еврея, которым оперируют и на котором основан сионизм – это равенство, это демократия, это расизм. Что на это ответит президент Герцог, Кнессет и еврейские группы всех мастей? Конечно же, они бурно возмутятся и заявят – нет, это не расизм, это меры для защиты еврейства. Еврей отличается от других народов. Еврей не определяется обычным западным способом. Мы не можем создать евреев из тех, кто ими не является. Они продолжат так. Предоставление автоматического гражданства евреям и отказ в нем не евреям является не расизмом, а самосохранением. Если мы хотим создать еврейское государство, мы должны гарантировать, что евреи в нем будут обладать большинством. Иными словами, мы должны пожертвовать равенством и демократией ради наших национальных интересов, ради национального выживания. Конец цитаты. Заметьте, это практически то же самое, о чем говорит и Каханы. Конечно, я полностью согласен с этим. Конечно, сионизм не расизм. Потому что расизм – это абсолютное и постоянное объявление какой-либо расы или народа как ущербного. А иудаизм разрешает всем желающим посредством надлежащей процедуры, согласно Галахе, обратиться и стать евреем, равным другим евреям на основании закона о возвращении. Иудаизм и сионизм утверждают не расовое превосходство евреев, а понятие «авдала», отделение и отличие – это статус не биологического, а идеологического свойства. В момент, когда нееврей принимает идеологию и становится евреем, «авдала» для него отменяется. Хотя сионизм – не расизм. Он и не демократичен, да и не может быть демократичен. Потому что недемократично требовать от кого-либо стать евреем, чтобы воспользоваться законом о возвращении. Столь же недемократично определять Израиль как еврейское государство, подразумевая при этом, что неевреям непозволительно становиться большинством. Все это представляет подлинную трагедию и дилемму для бедных светских герцогов, сионистов и истеблишментов всех разливов. Они были бы счастливы объявить сионизм образцом демократии и равенства, но у них не получается. Я бы посоветовал израильским шизофреникам быть очень осторожными. Ведь если вы определите высказывания Мейра Каханы как «расистские» и запретите их, вы тут же легитимируете резолюцию ООН, запрещающую сионизм. Поскольку то, что я говорю, это и есть сионизм, истинный и логический. Я призываю к созданию еврейского государства с политическими правами только для евреев, что является логическим продолжением сионистского закона о возвращении. Этот закон подвергает неевреев дискриминации, однако не из российских соображений, а из здравого самосохранения. Я делаю то же самое, но чтобы провести эту линию до конца, необходимо мужество. Я пытаюсь добиться, чтобы не погибла цель сионизма – еврейское государство, государство с еврейским большинством. Я пытаюсь положить конец тому безумию, при котором государство Израиль, определенное в собственной же декларации как еврейское, дает арабам возможность уничтожить сионизм. Каханы – это самый чистокровный и искренний из всех сионистов, и закон, направленный на его дискредитацию, уничтожит и сионизм, и Израиль. Израильский Кнессет, американские лидеры карликовых убеждений, не забывайте, это же увещевание относится и к глупцам. Сионизм, западная демократия – это восток и запад, и сойтись вместе им не удастся. Чудовищно неудобный вопрос будет терзать удобно устроившихся евреев отныне и всегда, и его острота будет лишь нарастать. Демократы, либералы, гуманисты, сионисты, ответьте, имеют ли арабы право стать в Израиле большинством с помощью мирных демократических мер? Повторимся, это далеко не академический вопрос, он ужасающе реален, ведь враг сионизма, арабское большинство, становится не только смелее, но и все ближе.